Добрый день, любители вышивки! Меня зовут Марианна. И сегодня мое видео о двух законченных процессах мая. Первый это набор от Овен Филимоша. Все его, наверное, знают. Всем он известен. Многие его уже вышивали. И вот я решила вышить этот наборчик для своей дочери. Вышивала его на желание. Начала я его 17 апреля, сразу после того, как закончила Ангела Хранителя от Lavender Place. В этот же день я начала, там не помню, по приметам или еще почему этот день был. В этот день, вернее, можно было начинать. Сейчас я точно не помню, но помню, что вот именно нужно было начать в этот день. Да, по-моему, там что-то обереги для детей были. Но я вышивала это на желание. Желание, если сбудется, расскажу. А пока вот хочу показать вам, что у меня получилось. Итак, это набор Филимоша от Овен, 18 на 19 сантиметров. В набор входит цветная схема, канван, лен, 14 каунта, нитки мулине, хэбэ, 7 цветов и игла. Нитки, скорее всего, тут не написано, но, по-моему, это ПМК Кирова. Вот так они были расположены на планшетке. Они обычно у Овен, я не знаю, как в остальных наборах, но вот я уже второй набор вышиваю, и попадаются мне нитки именно, вот как бы моток мулине у них навешан на органайзеры. Не нарезаны, ничего. И я не стала их нарезать, разрезать. Я просто снимала, отрезала нужное количество ниточек, навешивала на другой органайзер и пользовалась с другого органайзера. То, что осталось, вот тут остатки я навешала, то осталось. Для чего я так сделала, чтобы потом, так как я решила, что это нитки ПМК, не помню почему, по-моему, где-то читала, то у меня есть вся палитра, я думаю, потом будет удобно смотать это все, если останется на бобинке. Также входила канва, лен, 14 каунта, вот такая. Ее я заменила на равномерку Бритни 28 каунта. Сейчас расскажу, покажу, как, что. И вышивается этот набор в три нити. Сначала я подумала, что это в две нитки вышиваются. Когда открыла, то оказалось, что в три, так же, как и в предыдущем наборе, который я вышивала, селезнь, там тоже вышивала в три. Но я после ночного города так не люблю вышивать в три нити, что в том наборе я вышивала только селезнь в три нити, а все остальное там вода, земля, растительность я вышивала в две нитки. Ну, в воду добавляла металлик. Вот здесь я все-таки подумала, решила, что ладно, пусть будет в три. И, знаете, немножко мне это не понравилось, потому что ниточки ложились неровно, особенно светлые цвета. Сейчас покажу вам свое изделие. Вот здесь вот все эти светлые цвета. Они как-то, ну, вообще во всех мулины, мне кажется, я не знаю, почему мне так попадается, они ложатся неровно даже в две ниточки. А тут в три нитки я, честно сказать, немножко помучилась, укладывая их. Немного мне не понравился результат, вот как они были, крестики какие получились. И также еще забыла показать вам схему. Схему я так великому покажу. Это у меня скрин схемы оригинальный. Я распечатала, хотела отмечать ее, вычеркивать, но потом у меня пошло все как по маслу, без вычеркивания легко считалось, и поэтому я ее не вычеркивала, так вышивала. И вот что у меня в итоге получилось. Я уже сказала, что заменила на равномерку, заменила на равномерку, потому что я хотела вышить это и сделать подушечкой для дочери. Покупала я бритни 28-го каунта 47 на 47 сантиметров, так как хотела сделать подушку примерно где-то 45 на 45, но померив ее вот так, она вышла где-то 46 на 46. Вот эту ткань мне шелковой нити прислали. Причем вот здесь вот была кромка. И потом, когда я купила готовую уже подушку 45 на 45, я думала, ну влезет, наверное. Но в результате все-таки мне пришлось немножко ее, так извините за выражение, впихивать в эту наволочку. Хотела я сделать сама свою подушечку, но раз уж купила это, не стала переделать ничего, оставила. И вот что у меня получилось. Вот посмотрите, как я говорила, что вот эти крестики мне... Сейчас я увеличу немножко. Не понравились, он что-то никак не фокусируется. Но они вот даже после стирки лежат не так, как мне хотелось. Чтобы ровненько, красиво как-то приходилось ниточки разглаживать, эти распрямлять в три нитки. Я для себя решила, что на равномерке лучше я буду вышивать в две нити. Даже набор, который у меня лежит на равномерке, еще один от Dimensions, думаю, что лучше всего я его вышлю в две нити. И хуже от этого не будет. Вот. И я потом сшила из этой вышивки наволочку. Ну и сделала подушку, как я уже сказала. Так, задник я купила... Так, извините, тут уже дочь ее эксплуатирует. Флиз на задник такого же примерно цвета. Хотела, конечно, мех, но у нас в магазине не нашелся такого цвета мех. Других цветов был, именно бежевого, коричневого даже не было. Хотела бы, конечно, мех. Но и флиз тоже хорошо подошел. Он так как бы практически тон в тон немножко отличается. Вот здесь вот сбоку я вставила тайную застежку молнию. Вот такая молния здесь вставлена. Как раз вот эта кромочка, она вошла в молнию. Подошла очень хорошо. И вот такая подушечка у меня получилась. Я ее называю филемошка. Не филемошка почему-то. Не очень. Ну, в принципе, мне очень нравится. Получилось то, что я, в принципе, и хотела. Подушечку, она такая пухленькая. Но я не переживаю, что она пухленькая. Я люблю такие подушечки пухленькие. Тем более там набивка, я не помню, синтепон, холофайбер, что там. Она все равно со временем осядет, уляжется, будет более плоской. Вот. Итак, это был процесс от овен филемошка, который я завершила в мае. Начала я еще, не сказала, его с 17-го. Вернее, говорила июнь. Ой, апреля. Уже июнь у меня почему-то. И закончила 11-го мая. Потихоньку вышивала, по чуть-чуть, каждый день. Вот такой процессик у меня получился. Хранила я все вот в этой папочке. Тоже с солушками. Хотя филемоши, это, скорее всего, филем. Так, и следующий процесс у меня был. Это процесс, я его называю, чайнички. От китайской. От китайского производителя, которого я купила на Алиэкспресс. Такая упаковка была с кнопочкой, как всем известно, как там бывает. Ниточки. Все в этой папочке. Ниточки осталось. Не скажу, что много осталось, но остались. Потом входила вот такая превьюшка. Вот такие чайнички. Такая вот схема была. Тут в основном я... Канву я покупала с нанесенным рисунком. В основном здесь я смотрела бэк. Так, вот здесь подписаны все номера цветов, какие используются. Тут СХС идет, но ДМС тоже самое. И вот мой готовый процесс. Не знаю, как показывают, так как он очень длинный. Он 28 на 55 сантиметров. 14 каунт. Я покупала нанесенный рисунок. Все смылось, отстиралось. Хорошо. Часа два я вымачивала, наверное. И вот готовый результат. Называю я его чайнички. Тут еще, да, шло по схеме. Вот тюльпаны, подсолнухи и розы. Я не стала делать этого. Думаю, так понятно. Подписывать не захотела ничего. Оставила так, как есть. Мне очень нравится. Это у меня одна из трех, как я их называю, панелек. Которые я готовлю на кухню. Надеюсь, что сделаю ремонт в скором времени. И хочу повесить эти три панельки. И одна из них была готова у меня уже в августе. И это были чашечки. Они, конечно, поменьше по размеру. Но они как бы гармонируют, как мне показалось, вместе с чайничками. Чашечки, чайнички. И еще будет третья панелька, которую тоже планируем скоро начать. Она тоже, кстати, 28 на 55. И это, да, в тортике реплика. Это все реплика сода. Знаю, чашечки есть еще у доме. Но, по-моему, это все-таки сода. Все, чашечки. Точно уточнять не буду, что это именно сода. Но вот чайнички, тортики, я, по-моему, знаю, что это от сода. Вот такие тортики я планирую вышить еще. Они также упакованы. Я открывала, смотрела уже. Тоже нанесенный рисунок. Тоже планирую скоро вышить. И хранила тоже я все. Вот в такой папочке весь процессик. Тоже пироженки, чайнички. Такая организация была у меня в папочке. Все. Ну, что еще хотела сказать по этому процессу? Даже немножко что-то забыла, что хотела сказать. Вышивала я, знаете, вот, и что чашечки, что чайнички, иглой 22-го размера. Потому что канва жесткая. И такой иглой вышивать удобно. Потому что тонкая держишь, канва жесткая, протыкается тяжело. И от тонкой иглы у меня пальцы просто болели. Когда я попробовала 22-ю иглу, было прям просто, получалось великолепно. И крестики хорошо ложились. Если так поближе положу, покажу. Канву менять я не стала. Я специально покупала именно такую с нанесенным рисунком. Так как я, что чашечки у меня вначале были, в дорожный процесс я с собой таскала. Потом уже дома вышивала. И что чайнички. Я, кстати, начала в ноябре, в начале ноября, 4-го ноября поехала в гости к дочери. Начала прям вышивать. Несколько крестиков сделала дома. Намотала нитки, приготовила ее прям в машине там 8 часов. Поездка длилась. Я сидела и вышивала. Где-то, наверное, на часу, как села в машину часов 12 часов, до 5, до 6. Ну, там уж темнеть начало, так как ноябрь же быстро темнеет. И я до 5 часов, наверное, вышивала эти в дороге на обратном пути. Потом я его возила с собой в гости. Так вот, когда выезжала куда по делам с мужем. Тоже вот. Он у меня был дорожным процессом, поэтому я и покупала с нанесенным рисунком. Ну, чтобы было удобно. Да и как отдыхалочка он тоже хорошо идет. Но потом он у меня какое-то время лежал. Потом где-то в январе я уже решила, что пора доставать. И вот начала его заканчивать. И начала снова в феврале продолжать этот процесс. Начала с февраля и потихоньку, потихоньку, потихоньку заканчивал. Так как он у меня шел там параллельным процессом, не помню, четвертым каким-то там. То вот он так долго у меня вышивался. Собственно говоря, как и чашечки тоже. Они не первым процессом шли. Поэтому я их тоже так же полгода вышивала потихоньку. И закончила кое-как. И эти так же чашечки. Конву я не стала менять, как я уже сказала. Она, знаете, мне напоминает вафельное такое полотенце. Здесь клеточки такие ровненькие, квадратненькие. И они действительно напоминают полотенце. Вот как раньше была вышивка на полотенцах. Наши бабушки там вышивали полотенце. Вот это, расшивали их рушники. Но я не знаю, как в других местах проживания. Но у нас здесь, бабушки Яна, находила полотенце именно вафельное вышитое. У ней были. И вот я решила, что почему бы и нет, как будто на таком полотенце вышито все это. Что чашечки, еще раз покажу вам. Что чайнички, они вот похожи. Основа такая вот, как я их называю, полотенчатая. Полотенчатая, извините. Вот такая вафельная основа. И вот такие чайнички. Думаю, если когда вышью тортики, они получатся тоже 28 на 55. Такие же, как чайнички, длинненькие. И вот они могут по краям быть, а чашечки будут оформлены посередине. Скорее всего, в одном стиле. Хочу их оформить. Цвет, думаю, одной рамочке как раз ко всем подойдет. Тут цветов разных много всяких интересных. Так что вот такие вот два процесса я завершила в мае месяце. Сами процессы мне понравились. В общем и целом. Как они вышивались. Как оформляли, как оформлялся вот филе Моша. Быстро, легко. И вот чайнички. Ну, я рада, что я наконец их закончила. Что они у меня есть. Мечта осуществляется повесить их на кухне потихоньку. Так что, думаю, и ремонт тоже осуществится. Повешу их и буду на них любоваться. Об остальных процессах. Это, конечно, у меня не единственный процесс, которыми я занимаюсь. Об остальных процессах я, наверное, сниму видео в конце мая. Расскажу, что и как я вышиваю. Кое-что, может, даже начну на днях снова вышивать. И об этом я сниму видео и покажу вам. А сейчас всех ровных крестиков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok